Привет, дроноводы! Скажите, достал уже со своим парапланеризмом? Но специально для вас сегодня ролик на тему Autel EVO 2 и EVO 2 PRO. Один из подписчиков русскоязычного телеграм-канала передал мне Autel Explorer, модифицированный и доработанный для того, чтобы дрон можно было поднимать на высоту 1600 и, как он уверяет, 2400 метров над уровнем моря. Стоп! Не над уровнем моря, а над уровнем старта. Сейчас мы находимся на высоте 1750 метров. Рядом с нами находится Северочуйский хребет, который поднимается на высоты до 4200. Гора Куркуре. Рядом ледник Маашей. Они закрыты облачностью, но погода у нас в принципе сегодня благоприятная. Ветровой прогноз 1-3 метра в секунду. Я надеюсь, наверху он точно такой же, потому что облака в принципе стоят. Над нами фактически голубая дыра и есть шансы, что мы не врубимся в какую-то плотную облачность и не потеряем свой квадрокоптер. Поэтому сейчас батарейка дозаряжается до последнего деления и полетели. Да, ссылку на русскоязычный телеграм-канал по дроном Аутель вы найдете в описании к этому видео внизу. Начать запись. Ну что же, полетели? Первые 400 метров дрон преодолел. Пока что в месте его подъема голубое окно и будем надеяться, что оно таким и останется. Мне интересно, батарея сядет раньше и он попросится домой вниз, чем он достигнет высоты километра. Пока что 19 минут. Близится к финишу штатная шкала высоты в 800 метров. Постепенно наползает облачность. Возможно, мы в нее врубим сейчас. Все, стоп. К сожалению, дальше дрон не идет. Почему? Давайте осмотримся на высоте 800 метров. Увы, не сработала прошивочка. Но перед нами раскрывается Курайская долина. С этой высоты ее отлично видно. И она освещена солнцем. Все ярко, красиво. А может быть это ограничение самой программы? Может быть там указать высоту больше 800? Сейчас проверим. Высота возврата домой. Вижу стандартная. А, предел высоты 800. Давай поставим точно. Две. Давай так. Две четыреста. Хух. Ну, можно поднимать дальше. А он мне рисует опять от нуля. Почему? Продолжается набор. Высота вошла дальше. Так, преодолели высоту в километр. Дрон продолжает набирать. По пульту уже 1149-150. А почему на экране пропал высотомер? На самом деле, на экране смартфона счетчик переключился в километры. Но осталась буква М, которая ввела меня в заблуждение. Все нормально. Набор продолжается. Сигнал видеосвязи слабый. Отрегулируйте угол антенны на пульте ДУ. Все, дрон просится назад. Что-то как-то непонятно. нет. Высота еще продолжает набираться. 1500. 1500 метров. 1500. Это где-то там вообще. Я вижу уже облака на уровне дрона. Даже он поднялся выше облачности. Пожалуй. 1600, я думаю, на этом можно остановиться или догоним до двух. Страшно. Страшно, страшно, да. А ты прошел облака? Нет? Мы уже выше облачности, да? Может осмотреться и валить вниз? Да. Сейчас 1700. Попробуем. 1700 уже? Нет. Где ты видишь? Здесь не видно. Вот здесь. А, 1.7. Вот, 1700. Да, на дисплее отображается высота, просто она идет уже в 1 километрах. 1700. Продолжаем набор. Остаточный заряд 48%. 47. Ну еще соточку до двух добьем, короче, и, наверное, на этом остановимся. Двушка есть. Ну, как с самолета. Да, плотная облачность закрыла всю долину. Попробуем побыстрее. О, со стороны. Это со стороны Акташа, да. Там вообще черные тучи, которые у нас закрывают всю долину. Смотреть даже страшно. Но зато мы смотрим из-под облаков. А вот долинка, Курайская долина, открыта. Слушай, предупреждаю, это уже о низком заряде батареи. Красота. Камеру вниз опустим? Да. О, это мы где-то здесь внизу. Ну что, опускаем вниз? Чуть-чуть покрути камеру здесь. Дрон возвращается домой. Ну что же, мой дрон поднялся на высоту 2 километра. Теперь осталось только спуститься вниз. Успеет ли он это сделать? Сделает ли он это безопасно? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и то, что произойдет на самом деле, вы узнаете в следующем видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить его. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!